Итак, в начале. Последние новости из Славянска. Это в 130 километрах от Донецка. Между этими городами чуть более 100 километров. Самая горячая точка на данный момент находится не в самом городе Славянска, а на подъезде к нему примерно в 5 километрах от центра. Всего года не успели побывать новыми оазисами русского мира. Протест из Донецка пошел вглубь региона, и к этому Яценюк и его приближенные, которые только вернулись с юго-востока, оказались не готовы. Теперь Донецк и Славянск по разные стороны баррикад. И речь здесь даже не о линии фронта. Украинская армия делает все правильно. Она защищает свою территорию, она защищает свою страну, свои границы, свой народ. Уж больно по-разному живут люди в городах, события в которых еще недавно были главной темой российских новостей. Себе ничего не позволяем. И внуки, и уже правнуки пошли, а тут на тебе. На годовщину позорного бегства боевиков из Славянска в Донецке прошло вот такое шоу из параллельной реальности. Мы уходили ночью под залпы прямые танков и рвались окопы в клочья от этих же самых залпов. Фанаты пушилиных всех засолов в городе с космическими ценами и почти советским дефицитом в Недоросском угаре, заплевывая микрофон, обещали освободить Славянск. Мы верим, что совсем скоро Славянск, Краматорск, Артемовск, Мариуполь и все города и села Донецкой области воссоединятся под флагом Донецкой Народной Республики. Вот только захотят ли сами жители Славянска вернуться в мир неработающих банкоматов, беззакония и георгиевских ленточек, превращающих обычную дворовую шпану и бандитов в якобы уважаемых людей? Люди видят, как, где живется. О липовых обещаниях и разнице в жизни между Донецком и Славянском прямо сейчас в «Антизомби». Небольшой Славянск сейчас главная горячая точка на карте Украины. Киев проводит силовую операцию. Есть данные, что после консультации с ЦРУ в штурме участвуют все подразделения Западной Украины. Всего год назад на российских каналах рассказывали о Славянске так часто, что жители условной Воркуты со временем знали наизусть все районы этого некогда тихого украинского города. Бойцы местной самообороны накануне уже отбили атаку силовиков и готовятся к новому штурму. Теперь кремлевских корреспондентов в Славянске не отыскать. И дело даже не в боязни быть задержанным СБУ. Об этом нет и речи. Ведь корреспонденты главных каналов России регулярно включаются даже из Киева. Петр Порошенко решил разъяснить свою позицию по поводу положений об особом статусе Донбасса. Просто обновленный, тихий и мирный украинский Славянск для российского зрителя быстро потерял интерес. Вы не поддерживали референдум? Нет, конечно. Я только за Украину. Что, распятые мальчики закончились? Нет крови на объективе камеры? А где карательные операции хунты? Мах, нет. А кому он, значит, нужен тогда в ваш укропский городишко? Они, естественно, не будут рассказывать, что большинство народов панически боится возвращения ДНР. Первый вопрос для приезжающего туда человека. А правда, что вы нас не отдадите обратно на ДНР? Интересно, что большинство кремлевских фейкометов покинули Славянск вместе с боевиками. Зачастую прямо на броне. Несмотря на плотный огонь украинских силовиков, колонны самообороны Донбасса вырываются из окружения. Хотя, казалось бы, киевская хунта, которая, как утверждали на всех российских каналах, мечтала покарать мирных жителей, наконец ворвалась в город. У пропагандистов была уникальная возможность снять и показать хотя бы что-нибудь для подтверждения своих бредней о карателях. Славянск сейчас так же, как и соседний Донецк, сражается за жизнь. Каратели обстреливают город из артиллерии, не прекращая огонь ни на минуту. Но за целый год мирной жизни федеральные каналы о Славянске, кажется, забыли. Как будто и не было никогда этого Сталинграда и Брестской крепости по-недороске в одном флаконе. Наш гарнизон попадает в полное оперативное окружение и будет вести бой. Так же, как, наверное, вел гарнизон Брестской крепости, без всякого снабжения. Теперь отработанные на севере области методы останкинские журналисты применяют уже в Донецке. Все по накатанной. Злые каратели спят и видят, как бы уничтожить побольше мирных жителей. Звуки уличной музыки прерывает артиллерийская канонада. Субботним вечером в парке на Университетской улице, а это самый центр Донецка, особенно многолюдно. Но вот же незадача. Как только бравые защитнички русского мира, сверкая пятками, оставили не только Славянск, но и соседняя Краматорск с Дружковкой, там не прозвучало ни единого выстрела. Хотя, казалось бы, карай не хочу. Но люди здесь уже привыкли жить обычной, мирной жизнью. Слава тебе, Господи, с тобой пришли. Звободили от них, от них, от них. Но российскому зрителю некогда задуматься о том, что, может, и в Донецке проблемы вовсе не от злой и беспощадной хунты. Зачем русскому зрителю задумываться? Они ничего не хотят делать. Пережив ужасы войны и русского мира, жители севера Донецкой области, как никто, знают цену мира. Забирали, извините, человеку мешок на голову, багажник и погрузили. Аж трясло. Вы имеете в виду кого? Отолчинцы. Но есть и другие цены, которые, сравнивая жизнь в Донецке и Славянске, важно знать. Пока кремлевские каналы ежедневно разрываются о социальной катастрофе в Украине, освобожденных Славянске, Краматорске и Константиновке не успевают наполнять банкоматы. Дали за май, за июнь, вроде пенсию дали. А, это то есть за пенсиями? Да, это за пенсии. Меняют карточки, которые закончились в мае, ничего ж не работало. Все деньги из них буквально выносят жители оккупированных территорий. Ведь в процветающей недоросии просто снять заработанная штука нереальная. Карточки от банка уже заблокированы. Уже в магазине расплачиваться невозможно. На глазах жителей того же Славянска приезжие из Донецка сметают все, на что хватает денег. Цены зачастую разнятся в два раза. И каждый день, наблюдая все это, вот такие сюжеты кремлевской пропаганды, экономика молодой республики уже заработала. Военные пенсии теперь, по желанию, можно получать и в рублях, и в гривнах, и в долларах. Тысячи стариков выживают только за счет пособий, которые им выдают власти народных республик. На севере Донецкой области ничего, кроме умиления, не вызывают. Как карта, наверное, ляжет. Как повезет, не повезет. И, похоже, на данном этапе везение в Донецке заканчивается у всех. При этом в тот же Славянской окрестности из оккупированного Донецка нескончаемым потоком тянутся желающие переоформить пенсии. Автобус «Донецк-Краматорск» заполнен престарелыми пассажирами. Эти рейсы уже назвали пенсионными турами. Среди них сотни шахтеров-регрессников, высокие пенсии за подземный стаж и полученные в забое травмы самопровозглашенные лидеры Захарченко и компания, которые так любят рассказать о любви к шахтерам. Угольная промышленность является для нас основополагающей. И задача правительства, задача верховности на ННР максимально обеспечить работу шахтерам. Не платили и не думают платить. Из-за огромного потока людей, желающих получить деньги от злой киевской хунты, в пенсионных фондах возникают огромные очереди. А при ЕСЖ даже не стесняются устраивать небольшие стихийные митинги. То, что у нас такие правительства, уже так на рабыло. Вот так. Политики знают для себя, для города, ничего не делают. При этом у здания Донецкой ОГА пенсии и денег никто никогда не просил. Неужели боятся своих местных обезьян с гранатой больше, чем коварную киевскую хунту? Потому что знают, что в нашем случае будет сюсюканье. А в этом случае, ну, если громко рот откроет, то тебя тут же расстреляют на месте. Тем же шахтерам Захарченко с компанией не только не платят положенные пенсии, но и, по сути, лишили людей возможности оздоровления. В Украине теперь, после того, как был аннексирован Крым, только здесь у нас славянские спинальники могут получать лечение. Пока на славку рорта здоровиться, едут тысячи людей. Здравницы от шахт и заводов Донецка пустуют. Раньше путевки туда оплачивали за профсоюзные деньги еще часть из бюджета. Но сейчас о привычной дешевой поездке на море от своего предприятия жителям Донецка можно забыть. А это уже фотографии соседней со славянском Дружковки. Теперь именно здесь развивает хоккей команда, которая еще недавно привозила в украинский Донецк звезд мировой величины. Теперь дети в Дружковке могут развивать свое хоккейное мастерство, а горожане болеть за взрослый Донбасс. А что же в это время происходит в Донецком дворце спорта Дружба? Да ничего, тишь, гладь, да божья благодать. Пустует и Донбасс-арена, куда еще недавно регулярно приезжали футбольные команды мирового уровня. Газон, где играл, например, Леонель Месси, превратился в излюбленное место для селфи вооруженных гостей из Волгоградов и Уренгоев. Самым знаковым спортивным событием в городе стало противостояние на ринге местных боевиков и приезжих рыжебородых козликов. А пока спорт в Донецке медленно умирает, разъевший щеки Денис Капушилин уже получает кубки. Делаю все возможное, чтобы меня зависит, чтобы наш футбол также был на высоком уровне, как мы видели это раньше, и даже выше. В это самое время где-то во Львове донецкий шахтер готовится к важнейшему матчу с турецким Фенербахче. Матчу, который в Донецке не увидят. В самой демократичной республике боятся даже спортивных украинских каналов. Хотя нет сомнений, всего несколько лет назад поддержать гордость Донбасса и Украины собралась бы полная арена. Но у Захарченко, Пургиных и их московских хозяев на этот счет оказались другие планы.